Одна из новых плясовок для гандлеров «Колярынка» за ЦУМом. Сюда Садовину и Городнину можно подвесить на уластном транспорте и разместиться довольно комфортно. Сегодня есть возможность торговать излишками своей продукции, законно санкционировано, как все, на территориях рынков города. Сегодня предостаточно мест на рынках города для реализации своей продукции. Вот решением горосполкома определено по ходатайству Ленинского района, вот эта площадка определено для реализации своей плодоотворочной продукции, выращенной. И тем не менее, многие срочностями такого гандлю чамуси гребуются и просягывают свою деятельность там, где им захочется. Это плясовки для магазинов за территорией центрального рынка и инши. Пристраиваются также к этой торговле, скажем, так называемые перекупщики, которые под видом продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, пытаются реализовать продукцию других производителей. Особенно в летний период это угроза тех же острых кишечных инфекций, дизентерия, зальмонолез. Как выкранить заяву, в администрациях Бреста створены специальные рейдовые группы, которые сошатся за стихийными гандлерами и штрафуются. А ледоповной перемоги покуль далека, хотя штрафы довольно значны. Протоколы составляются по статье 21.17. Здесь штраф идет от предупреждения до трех базовых величин на физических лиц. Это за загромождение территории, улиц. Статья 21.14. Здесь штраф до пяти базовых величин. Ну и статья 21.7. Незаконная предпринимательская деятельность. Здесь штраф на физических лиц до пятидесяти базовых доходит. У борозбе со стихийным гандлем санитарная служба и выканавшие улады спазяются и на допомогу самих городжан. Говорить, не треба спокушаться на сумнивно танную продукцию, и тогда гандлявать земли станет просто невыгодно. Да и проблем со здоровьем в Бузе значна меньше. Юрий Печур, Александр Севицкий, Телерадоакомпания, Брест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова